Стеллан Скарсгард, известный шведский актёр, принял на себя одну из самых заметных и сложных ролей в своей карьере, превратившись в барона Владимира Харконнена в эпичной киноадаптации романа «Дюна». Превращение в антагониста этого масштабного научно-фантастического мира потребовало от Скарсгарда не только актёрского мастерства, но и огромных усилий и терпения в процессе грима. Каждый день, прежде чем Стеллан появлялся на съёмочной площадке, он проводил в кресле гримера целых восемь часов. Этот длительный процесс был необходим для того, чтобы создать образ, который бы в полной мере отражал зловещую сущность его персонажа. Грим не просто менял внешность актёра, но и помогал ему более глубоко погрузиться в роль, добавляя характеру барона особую тяжесть и угрожающее присутствие. Стеллан уже имел опыт работы с тяжёлым гримом и костюмами. Например, в серии фильмов «Пираты Карибского моря», где он сыграл роль прихлопа Билла Тёрнера, актёр также выбрал натуральный грим вместо спецэффектов, что заняло около шести часов на подготовку к каждому дню съёмок. Эти предыдущие опыты помогли Скарсгарду справиться с физическими и эмоциональными вызовами, связанными с ролью барона Харконнена. Особенно интересно, что для достижения необходимой для персонажа медлительности и неповоротливости, а также для добавления ощущения его опасности, Стеллан использовал костюм весом в 40 килограмм. Этот тяжёлый наряд помогал актёру передать характер и мотивы барона, делая каждое его движение и появление на экране значимым и запоминающимся. Труды и усилия всей команды, от гримеров до самого Скарсгарда, не прошли даром. Образ барона Владимира Харконнена произвёл значительное впечатление на зрителей, став одним из самых обсуждаемых элементов фильма. Этот персонаж не только дополнил историю своим мрачным присутствием, но и выделился как яркий пример того, как качественный грим и продуманный актёрский подход могут внести неоценимый вклад в создание уникального и запоминающегося кинематографического образа. Редактор субтитров А.Сёмкин